Санитарные, налоговые и прочие всевозможные проверки обо всем этом предприниматели смогут забыть на три года. С 1 января 2016-го вступает в силу закон, который отменяет контрольные плановые проверки в отношении малого бизнеса. Под его действия попадают почти все предприятия, но их репутация должна быть безупречной. Сейчас предприниматели постоянно находятся под пристальным вниманием всевозможных контролирующих органов. За помощью в защите своих прав бизнесмены обращаются в Следственный комитет. Поводы самые разные, в том числе то, что их кошмарят. Были обращения, конечно же, сегодня в том числе, по мнению заявителей, не соответствующим закону поведения тех или иных чиновников, но это еще предстоит проверить. И не только нам, вполне возможно, что во взаимодействии с другими контрольными надзорными органами. Теперь на проверки наложено табу на три года. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Сейчас предприниматели затрудняются сказать, сколько дней в году они проводят вместе с людьми в погонах и прочими представителями закона. Уверяют, это кропотливая бумажная работа, которая отнимает много сил. Стилист Вадим Горшичников для этих целей даже нанял специального сотрудника, чтобы не отвлекаться от работы. Новая инициатива буквально снимет груз с малого бизнеса, уверен предприниматель. Самое главное сейчас воспользоваться правильно, грамотно этим временем, этой возможностью, которую нам дает государство. Не распыляться, начинать работать, если кто-то еще не начал работать. И такого шанса может просто больше не быть. С оптимизмом восприняли новый закон предприниматели по всему краю. Они говорят, это особенно поможет начинающим бизнесменам. Много хочется всего знать, но не сразу всего узнаешь. Поэтому, естественно, это очень хорошая новость. Тем более такой срок три года, когда можно успеть обучиться всему. Соответственно, мы рады. С тем, что новый закон пойдет на пользу предпринимателям, согласен и депутат законодательного собрания края Владимир Демидов. По его мнению, в выигрыше останутся все. Малый бизнес должен в бюджете края занять достойное место, я бы так сказал. В этом состоит внимание государства. Потому что малый бизнес – это занятость людей и, конечно же, бюджетные отчисления бюджета. Это тоже немаловажно. И если малый бизнес будет развиваться интенсивно, быстро, и тогда всем будет хорошо. И самому малому бизнесу, и государству. В законе есть оговорка. На надзорные каникулы могут уйти только те компании, которые не нарушали закон предыдущие три года. Также действие поправок не распространится на проверки в области пожарной безопасности или защиты государственной тайны. Представители самих контролирующих организаций говорят, принятый закон не подразумевает, что предпринимателей совсем исключат из поля зрения. Сохраняются также проверки по обращениям граждан, если представители малого бизнеса оказывали некачественные услуги, либо услуги привели к возникновению каких-либо массовых заболеваний среди населения. Кроме того, новым законом не отменяются надзорные действия в отношении малого предпринимательства, оказывающего услуги в сфере образования и медицинской деятельности. Если же какая-то контролирующая организация решит проверить добросовестного предпринимателя без оснований, это будет считаться грубым нарушением. А результат такой проверки будет признан недействительным. Анна Московских, Всеволод Никитин, Александр Ермошенко, Алексей Овсяников. Новости.